Пункт базирования Каспийска флотилии. На причале военных кораблей тренировка. Навыки отрабатывают водолазы. Сейчас мы надеваем воздушно-дыхательный аппарат АВН-12К. Двух баллонов с кислородом хватит на 25 минут. Расход рассчитан на глубину до 10 метров. Весит водолазное снаряжение более 20 килограммов. Есть и тяжелее. Военнослужащий, старший матрос катаксон службы Салимхат, один из лучших легководолазов нашей войсковой части. выполняет эти обязанности с 2011 года. На боевом счету старшего матроса Салимхата Досухова сотни часов погружений. Многолетний опыт не освобождает от занятий. Тренировки с инструктором по графику. Водолазы Каспийска флотилия отрабатывают движения и в воде, и на суше. Ищут предметы на глубине. Работают в сложных метеоусловиях. Водолаз-глубоководник должен быть готов к нештатным ситуациям. За 8 лет службы Салимхат Досухов видел многое. Заступил рядовым. После срочной службы подписал военный контракт. Море – детская мечта. У меня отец служил в Тихоокеанском флоте. И когда я был маленьким, отец рассказывал, как служил. И мне хотелось служить в военно-морском флоте. Служба по контракту не только патриотические чувства, но и житейский расчет. Помимо зарплаты, раз в месяц полный социальный пакет. Бесплатное медицинское обслуживание, страхование здоровья и жизни, обмундирование и трехразовое питание в военных столовых. Государство помогает контрактникам и с жильем. Вначале со служебным, а после и с собственным. Военнослужащий после первого контракта имеет право принять участие в накопительной ипотечной системе. Каждый год Минобороны переводит на счет примерно 240 тысяч рублей. И уже через три года военность сможет приобрести жилье в любом городе России. И это привлекает кандидатов. Только в этом году региональный пункт отобрал 900 человек на контрактную службу. Среди них 30 девушек. Аиде Нургалееву 28 лет. По образованию экономист. Планирует заступить на службу военную часть в родном Ахтубинске. Выслушав определенную услугу лет, ну или через определенное количество времени, можно получить квартиру в любом месте. В любом городе России. Но чтобы подписать контракт, нужно пройти жесткий отбор. Возраст от 18 до 40. Образование не ниже среднего. Прохождение медкомиссии – хорошая физическая подготовка. Раз. Полный вес. Два. Подтягивания, отжимания и бег на дистанции. Плюс 70% к основному окладу. А если сдашь нормативы по прыжкам с парашютом, еще добавят. Помимо физподготовки, кандидаты проходят психологическое тестирование. Профессионально-психологический отбор, он для этого и предназначен, чтобы выявить не только положительные, но и отрицательные стороны кандидата. Его способность выполнять задачи уже в составе вооруженных сил. Поэтому, конечно же, такие кандидаты есть. К счастью, процент их невелик. Но составляет порядка 3-4% от всей массы. В тесте более 30 вопросов. После ответы отсканируют. Профпригодность претендента оценит специальная программа. Тестирования у меня отлично не было, но хорошо. Четверка у меня. Крепкая четверка. Даже не знал, что тестирование будет. Сказали сюда поедать, документы забери. С Астрахани приехал, сел. Показали мне тестирование. Ну, как было, вопросы за вопросы, ответы, вопросы, ответы. Ответил. Как смог, так знал. До конца года на Астраханском пункте планируют отобрать еще 600 человек. Они также отправятся служить в воинские части Южного федерального округа. В целом в стране более 300 тысяч человек в 2019 году заключили военный контракт. Контрактников в армии сегодня на 30% больше призывников-срочников. И с каждым годом это соотношение будет увеличиваться. Теперь призывники могут выбирать срочную службу или контракт. Первые три месяца испытательный срок. Зарплату получают уже через месяц. Минимальный размер 17 тысяч рублей. Российская армия нуждается в бойцах с техническим образованием для управления современной военной техникой. Поэтому сейчас в приоритете не только мускулы, но и прокачанный интеллект, логика и точный расчет. Жанна Алиева, Руслан Асанов, Руслан Срывченко, Центр новостей.